Для молодой дружи, кстати, в возрасте от 10 примерно до 25 лет. Как она работала? Голосы с неё снисают, ничего не видно, куда ты идёшь. Для того, чтобы увидеть свой путь, необходимо как можно выше поднять голову, тем самым формируется осанка у молодого человека. Вставили эту папаху, извините, использовали ещё люди преклонного возраста, 80-90 лет, у кого в силу возрастных изменений начинал инстаграция позвоночника, чтобы поддержать себя в тонусе. Я бы назвал эту папаху несколько ортопедической, друзья. Так, имеется в виду вот такая папаха. Такая папаха у молодыка с древнейших времён считается символом мужества, символом свободы, отличительным признаком особого зверного ума. Вне сцены, в повседневной жизни, папаху на человеке моложе 30 лет, вы вряд ли это увидите, потому что до этого возраста одыги, шутку говоря так, ум человека не созрел носить папаху. Так же по достижении 30-летнего возраста человек, конечно же, не идёт в магазин и не покупает себе папаху. Он должен дождаться того момента, когда ближайшее его окружение, друзья, родственники, близкие, жители аула, в котором он живёт, естественно, за соответствующие поступки признают его созревший пункт и подарят ему папаху. Многим дарят и 60 лет. Я не говорю, она не достаётся вовсе, друзья. Так же у адыга считается, если без спроса человек попытался снять с твоей головы заслуженный тобою головной рукой, значит, тебя просто надо, чтобы туда решился оскорбить. Такими действиями на Кавказе, конечно же, можно заработать только в ракахе. Суровые, я согласен от причин, но эта добыча у адыгов работает и сегодня. Мало того, он со временем стал актуальным по всему Кавказу. Далее, друзья, черкеска с газырями. Адыги, черкесы, были не только отважными воинами, умелыми наездниками, но, не побоюсь этого словосочетания, черкесы были законодателями молды на Кавказе. Именно черкесы создали эту одежду, она так и называется, черкеска, в торжественную местной природе, удобную поэтную форму, которую впоследствии перенял весь Кавказ. Чечня, Дагестан, Грузия, Осетия, Ингушетия, Абхазия, все народы Кавказа, без исключения, как один народ, друзья, стали носить черкеску. Чазаки стали носить черкеску, потому что это было удобно, практично, красиво в то же время. Да и в истории России, уважаемые гости, я уверен, многие из вас в курсе, был эпизод, когда сам Николай II и практически все его царское окружение населили черкески в силу тогдашней, если так можно выразиться, моды. Значит, если вы видите газырик, газырик русское, слово адыгского происхождения. Газыр по-адыгски звучит как хазэр, хазэр в переводе с адыгского означает готовый. Здесь были готовые бараховые заляты, порох и пули для хреневого оружия, конечно же. В крайнем газыря, друзья, находилось нечто и то, что крайний правый газырик, выражаясь современным языком, содержал сублимированные блюда, с помощью которых человек мог продержаться в дворах около недели. То есть с помощью одного вот такого газыря, не испытывая чувства голода, человек в средней комплексии легко продержится в лесу 5-6 дней. Наши женщины эти рецепты знают и по сей день, но это не значило, друзья, что человек приходил в лес и начинал сразу отсюда питаться. Первостепенно это, конечно, охота, рыбалка, собирательство, природа, как сказано, очень щедрая, и дает все, чтобы выжить в любое время года. Это на тот самый случай, друзья, когда совсем не осталось никаких вариантов, крайняя мера. У адыгов, даже существует, у старых адыгов существовала такая проговорка или пожелание, если хотите, когда воинов провожали в далекий военный поход и желали не дойти до крайнего газыря. То есть это была крайняя мера. Крайний левый газырь содержал нитки, булавки, иголки, все, что может понадобиться в походе. Кстати, друзья, газырь – это не единственное русское слово адыгского происхождения, которое вы знаете. Название холодных оружий, такие как сабля, шашка, сугубо-черкесского происхождения название. Далее холодное оружие киржал, которое никогда не является холодным оружием одного человека. Этот ножик всегда принадлежит всему роду. Переходит от отца к сыну из поколения в поколение. Это родовое оружие. И вот в том случае, друзья, когда у отца много сыновей, что не редкость на Кавказе, киржал всегда остается у самого младшего, как говорят на Суза подслова. Все остальные должны свое родовое оружие изготовить самостоятельно. Кроме того, что это родовое оружие, друзья, это еще может честь. Я бы сказал, это его консервная функция. Этим холодным оружием на Кавказе когда-то защищалась только честь. Честь дома, честь семьи, честь рода, момент с папахой. Все, что касалось только этих вещей. В других случаях просто так избечь кинжал. И с ножем прикол-то полюбоваться, похвастаться кинжалом. На Кавказе категорически запрещено. Это считается вером невоспитанности. И у многих народов Кавказа это даже наказуемо. Конечно же, нарезать огурцы, хлеб, помидоры, это холодное оружие тоже нельзя. Но, как и во всех правилах, уважаемые гости, здесь тоже есть свое небольшое исключение. Кинжал еще используют для танца, точнее, для искусства. И каждый один стародавний времен и современный в нашей обязанно владеть этим холодным оружием, как владел бы музыкальным инструментом, музыкантом. Так же легко. Детей этого искусства мы сегодня обучаем с шестилетнего возраста. Сейчас, уважаемые гости, то, что вы увидите на этой сцене, скажу прямо, Прокогатор, в соответствии со своими лихими временами, это было боевым искусством черкеса. То, с наступлением ногу, припрослал ногу за ненадобностью боевой функции, это искусство все же сохранилось, но переросло в танцевальное. А мы с вами встречаем зажигательный танец с кинжонами. Леша Анасуевна! Леша Анасуевна! Леша Анасуевна! Леша Анасуевна! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok